У Майсанды был очень хороший шанс. Вот я что хотел сказать. У нее была просто невероятная хорошая цифра после президентских выборов. Она могла это использовать, превратить это в рейтинг, превратить это в политическую карьеру. К сожалению, я немножко разочаровался в ней, потому что она ровно ничего с этим не сделала. Я не могу сказать, что ты был ее очарован. Что? Не могу сказать, что ты был ее очарован. Ты говоришь разочаровался. Не помню какое-то очарование. Я разочаровался в том, что был потенциал. У нее было 48% голосов на президентских выборов. Это можно взять и превратить в политическую карьеру. Это важный инструмент, это очень хороший инструмент. Она не сделала ничего, она пропала. Я ее не вижу. Возвращение на второе в рейтингах. Ну да. Опять же, я же не соцопросы. Давайте коротко об этом, потому что действительно ничего не произошло. Я разочаровался. Я думаю, что она не отличалась от Андрея Анастасии, но ее нет. И что мне обидно, самое обидное для меня, то, что она как истинный молдавский, не сказать матерное слово, политик, появится опять перед глазами, когда очередные выборы будут. А до этого ее нет. А вот будут выборы, и она сразу появится. Как бы ты хотел видеть ее присутствие в каком-то? Ну я не знаю. Но она должна быть активной. А Андрея Анастасия? А до Дона мы видели и до того, как стал президентом. Андрея Анастасия, что ты можешь сказать? А я его видеть не хочу просто. Говорить ничего не хочешь, да? Нет. В смысле, мне не очень обидно, что я его не очень сильно часто вижу, потому что не очень-то и хотелось. Я думаю, что Андрея Анастасия просто хочет на место Плохотнюка. Это моя теория. Я про это не раз говорил. Я думаю, это часть, мотив, причины, по которой у нас провалились протесты. И ты правильно заметила, что проблема в лидерах. Мне кажется, что лидеры протестов не хотели убрать власть. Они просто хотели на место этой власти, в ту же систему. Риторический вопрос, шутка. А кто бы не хотел на место Плохотнюка, да? Я бы не хотел. Шутка. Верил бы, не хотел. Ну, так ему никто и не предлагает. 2017. 2017 для Санду и Анастасии. Вообще не буду ничего говорить, исходя из того, что многие спрашивают. Что вы критикуете только Плохотнюка, и только Лянка, и только Гимп, и только меня спрашивают? Почему не критикуете Санду? Да, 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 да. Есть такие вопросы. Что от них сейчас зависит? Меня интересует сейчас, что делается. Их политическое будущее от них зависит сейчас. Совершенно верно, я понимаю. Но пока я хочу, вот, мне уже, понимаете, всё только на будущее. А я вот сейчас хочу жить.